Потом он понимал, что футбол развивать самому просто своими усилиями, даже успехами, в этой стране будет очень трудно. И он привлек на свою сторону человека, который возглавлял в ЛКСМ, Косарева. И они с Косаревым разработали систему организации чемпионатов Советского Союза, высшего дивизиона и низшего. Это их заслуга, собственно. Вот с этого и началось, с 1936 года. Старостин, он долго думал, как назвать вот это новое спортивное общество и новую футбольную команду. Разные названия были, они не на ровном месте, все были созданы. И по одной версии, они неожиданно спорят до хрипоты на даче в Тарасовке, увидели, что на столе задержалась книжка Рафаила Джованниоли «Спартак». И так вот решили, вот, что еще. Но существует другая версия, о ней мне поведал Старостин. Я с ним очень так тесно контактировал, мне безумно любопытен был экземпляр человеческий Николай Петрович Старостин. Он, по другой версии, мне как-то так, не знаю, полудоверительно, наверное, сказал, что все-таки он назвал «Спартак» «Спартаком» из-за «Спартаковского движения» в Германии. А Германии тогда увлекались, между прочим, и тем самым договором гордились знаменитым. А Эрнст Тельман был у всех на устах. И рабочее движение под названием «Спартак» было на слуху. Но когда ситуация изменилась, то появился и Джованниоли. Есть две версии официальные названия «Спартак». Многие думают, что это благодаря книге великого Джованниоли о великом «Спартаке». Да нет. В свое время еще сборная, команда, может быть, скорее всего, промкооперации под руководством Николая Петровича и братьев, съездила в Германию в 30-х годах. Тогда, как бы в сопротивлении начинавшемуся нацизму, была организация прокоммунистическая под названием «Спартак», который имел прямое отношение в вождь пролетариата немецкого Эрнст Тельман. Ротфронт, Роза Люксембург, Карл Липнев – это фигуры. И вот, навеянный вот этим движением прогрессивным «Спартак» был назван футбольный клуб, футбольная команда, спортивное общество «Спартак». Потом, когда конъюнктура изменилась или стала меняться, родилась легенда, что вот на столе лежала книга Джованниоли «Спартак», и кто-то взглянул, сказал, а может быть, «Спартак»? Не может быть, кто-то, должен был быть один, кто сказал «Спартак» Николай Петрович Старский. Думаю, что все-таки так это все происходило. Действительно, Косарев, который интересовался близко к футболам, однажды вызвал меня и сказал, что не пора ли по образцу «Динамо» создать еще добровольное спортивное общество. Ну, попробовать поискать новую форму организации спорта. Николай утверждает, что это у него название и было раньше, а провернуть трудно. Как он сказал, что мы чуть не перессорились, я думаю, что, вероятно, упрямство – одна тоже из таких родовых черт нашей семьи. Потому что я, например, глубоко убежден, что книгу «Спартак» я прочитал после того, как было утверждено название его. Пусть будет по двое, но ты все-таки старший, пусть будет по двое. Далее, значит, вы сказали, что вроде как со старостями сидели, придумывали название команды. Ну, насколько я знаю. Вот какая ваша версия? Потому что говорят, что братья сами собрались, сами с тобой что-то придумали. Не, ну, может, они еще и сами собирались. Обсуждали, да? Хорошо, ваша версия. Ваша версия, как появилось название «Спартак»? Да, ну, всем известно, что в это время в Германии были клубы, которые назывались «Спартак». Вот, и я думаю, что и Николай Петрович, и я знал двоих. Николай Петрович и Андрей Петрович, и неплохо не знал Александра и Петра. Вот, они были люди, ну, конечно, Андрей Петрович, прежде всего, артистичный человек. Они с прекрасным русским языком, с хорошим чувством юмора. Общение всегда было, ну, просто огромное удовольствие, если удавалось с ними посидеть и поговорить. Поэтому я думаю, что тут вымысел там, что бросили внимание на книжку Джованниоли. Ну, может быть, где-то и бросили, но, в принципе, команды «Спартак» уже были. Да, плюс к тому же ведь известный факт, что Косарев с детства… Сейчас я, может быть, подзабыл. У него уже были какие-то названия «Спартака». Он, один из предложений, это наверняка было и… Хотя, вот, стадион, у меня даже написано, что, может быть, когда думали, в честь кого назвать стадион, там, трибуна сделать, олимпийцы, там, Старостиных и так далее, то я думаю, что Косарев, который большой вклад вложил вообще-то, и это были его идеи, Николай Петрович, Старостиным, в общем-то, они не на таком уровне были, чтобы удалось там создать такой клуб, там, и так далее, и так далее. Вот, это все было с его огромной помощью, с его подачей, и в том числе и название, поскольку, вот я говорю, он очень… Он, у него были какие-то «Спартаковские», он то ли команда «Спартак», то ли он что-то было связано с «Спартаком», сейчас подзабыл, честно говоря. Вот. Но что-то было. Поэтому одна из идей, да, просто не вспомню потом. Вот, одна из идей была, я думаю, что отсюда, название «Спартака» от германских клубов, от пожеланий Косарева, потому что он очень… Ну, не сделал. «Спартак» в его названиях фигурировал еще и за год, и за два, и за три, и за пять, может быть. Спартака «Спартак»